Авантюра с Крымом и с Украиной завела нынешний российский режим в капкан. Вперед они идти не могут, назад они идти не могут. Говорят, большой успех вызвало это действие там среди всякой черни российской. В общем, может быть. У нас, как у всякой страны, есть чернь, которая очень радуется, когда вот мы великие. Эта же чернь через полгода будет ненавидеть Путина. Величие, субстанция нематериальная. Протрезвение будет ужасное. Та ненависть, которую он получит, во много раз превосходит энтузиазм, вызванный авантюрами. Санкции западные немедленного эффекта иметь не могут, но в далеком прицеле они дико разрушительны для России. Это потеря рынков для нефти и газа. Это и дезинтеграция из мировой финансовой системы. Это невозможность ни импорта, ни экспорта, ну просто ничего. Китай не может заменить собой весь мир, да и не хочет этого делать. Они вовсе не рвутся быть последним союзником Российской империи. В общем, все это вместе приводит нас, моих друзей и меня, к выводу, что вообще-то этот режим вышел на финишную прямую. Что жить ему осталось очень немного. И что ничего с этим сделать они уже не могут. Вот отсчет пошел. Вляпался он в этот Крым. И он получил вражду всего мира. Аннексировать открыто чужие территории. С этим мир не может согласиться. Этот ящик Пандоры, как открываются эти джины из бутылки, и тогда все, там просто всем конец. И Испании, и Греции, и Португалии, и Англии. Это то, что Запад принять не может никак. Цензуру они могут вводить, цензуру они никогда в успехе большого не имеют. Тем более эпоху интернета, это совершенно бессмысленная вещь. Они возвращают репрессии. Они пытаются вернуться в этот самый 91-й год. Но, конечно, ничего из этого не получается. Ну вот сейчас они обсуждают, как закрыть страну. Новые законы, ограничивающие интернет, ограничивающие право путешествовать за границу. Ну, я вам скажу, чем это кончится. Взятка, забыть за границу, вырастет несколько раз. В коррумпированной стране вообще ничего нельзя запретить. Это энтузиазм народный, который им удалось пробудить. Ему жить максимум полгода. Когда выяснится, что это не бесплатно, что за все это надо расплачиваться своим уровнем жизни, что на самом деле этот Крым никому не нужен, что это все была авантюра, показать, вот какие мы великие, и все. Пустышка. Он уже начинает восток сливать. Это-то провал. А когда через пару лет ударят уже по-настоящему санкции, когда уже бюджет будет в диком дефиците, когда они никаких социальных выплат опять делать не смогут, пенсии не будут платиться, зарплаты будут задерживаться по полгода, как уже было, развалится страна и все. Будет 17-й год. Полный распад империи. Всякие бачки Махно.